Как же это здорово и ценно – увидеться лицом к лицу, посмотреть друг другу в глаза, живьем, а не по Зуму или ВКС. Об этом говорили в один голос на первом съезде общероссийского движения предпринимателей в усадьбе Гребнева. Ее владелец Андрей Ковалев является основателем и лидером движения. И это уже не первое мероприятие, которое проходит в усадьбе в поддержку интересов отечественного бизнеса. Масштабный бизнес-форум открыли зампред областного правительства Вячеслав Духин и глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков. Мы все, в том числе и власть, и все присутствующие спикеры, мы должны быть не скучными для предпринимателей. Когда не скучно, решаются вопросы. Я уверен, что мы вместе, вместе с Андреем Ковалевым, со всей командой губернатора Московской области обеспечим те перемены. У нас в Щелково и в Подмосковье те, которые вас волнуют. Перемены, которые нужны, реально нужны, и сегодня вы их обсудите. Предприниматели – это такое сообщество смелых людей, которым не чужд риск, и благодаря этому они очень много создают. Берут на себя ответственность, в том числе за других людей, создают инфраструктуру, создают рабочие места. Но мы, как представители власти, не можем об этом не сказать. Создают и налоги, на которые потом создается также очень много того, что люди хотят. И тем более ценно, что все это продолжается в нашем регионе и набирает обороты, потому что экономика растет. И происходит это, по сути, вашими руками, руками тех, кто здесь сегодня собрался. Съезд объединил как начинающих предпринимателей, так и мастит их грандов – умных, успешных и богатых. Для первых, это возможность задать вопросы, получить консультации, рассказать о своем бизнесе, завести полезные знакомства. Для вторых, поделиться опытом, научить, подсказать. В частности, спикерами форума выступили российские экономисты и публицист Михаил Делягин, бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко и другие известные персоналии. Съезд предпринимательского сообщества призван сформулировать цели сегодняшнего дня и на перспективу, и протранслировать их на уровень органов власти Москвы и Московской области, отметил в беседе с журналистами зампредправительства. В рамках форума развернулись панельные дискуссии, работа тематических групп, а также экспозиция достижений подмосковных предпринимателей, которую осмотрели Андрей Волгаков, Вячеслав Духин и глава Фрязина Дмитрий Воробьев. Наш округ представляла, в частности, компания «Щелково-Аграхим». Интерес вызвал автомобиль «Багги», выпущенный, вы не поверите, на Фрязинском автомобильном заводе. Есть и такой. Свой автомобильный завод, сертифицированный, на котором налажено сейчас серийное производство, ну мелкосерийное производство «Багги» и автобиодоходов специального назначения, промышленного назначения и двойного. Работу тематической площадки предпринимателей «Щелково-Аграхим» и «Фрязина» организовала «Щелковская торгово-промышленная палата». Андрей Волгаков и Андрей Ковалев пообщались с предпринимателями. Наша задача рассказать бизнесу, что друг другу нужно помогать, нужно советоваться и нужно меняться опытом. Это очень важно, потому что каждый предприниматель однозначно может рассказать то, что может помочь другому человеку. Молодые предприниматели подходили со своими идеями и планами. И для кого-то участие в форуме может оказаться шансом вытащить счастливый билет. Как отметил Андрей Волгаков, интересные и перспективные проекты будут рассмотрены. Ирина Микеда, Александр Оржевский, «Щелковское телевидение».